Вместо 70 тысяч, 15. Накануне работники шинного завода недополучили большую часть зарплат. По словам рабочих, выплаты сократили по требованию московского руководства. Оно сочло доходы завышенными. Это привело к забастовке в сборочном цехе. 15 февраля специалисты не вышли на смену. Председатель профсоюзной организации встречалась с работниками. Их основное требование это полное погашение задолженности. Также она встречалась с генеральным директором, который сообщил, что задержка связана с проверкой, которую инициировали московские собственники. И что в ближайшие 2-3 дня заработная плата будет выплачена. Но, говорит Иван, проверки не могут оправдать невыплату или хотя бы задержку зарплат. Мы пытались связаться с работниками предприятия, но все они отказались давать комментарии на камеру. Боятся совсем потерять работу. Однако нам удалось пообщаться с заводчанами не под запись. По их словам, проблемы с получением зарплат для них не в новинку. Например, 3 года назад руководство не выплатило деньги за уже выполненные работы. Сейчас они боятся того же. Вечером 16 февраля руководство предприятия якобы объяснило людям, что заморозки подверглась часть премии и надбавок. Заводчан попросили выйти в смены хотя бы до понедельника, чтобы руководство предприятия смогло обсудить этот вопрос с московским начальством. И многие действительно вышли. Но сделали это из-за того, что в случае продолжения забастовки им пообещали уволить начальника цеха. Несмотря на это, опять же, по словам работников, многие из них лишь создают видимость труда. Например, вместо условных 10 покрышек в день делают всего две. Некоторые и вовсе ушли на больничные из-за нежелания работать менее чем за четверть зарплаты. Пока что они не обращались в надзорные органы. Ждут реакции московского начальства. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.